Всех приветствую на канале Дороги. Михаил Илюшин. Приглашаю всех прокатиться со мной по улицам Саратова 3 декабря 2022 года, в субботу. Поехали посмотрим продолжение предыдущих сюжетов от 3 декабря. Кто смотрел 2, вот продолжение. Второй детский проезд, Кулачково, Политехническое, Сызранское, Агафонов, одним словом, с возврата, потом заканчиваться будет на улице Политехническое. Следующий сюжет. Заводской район 2, даже там все 3 получается. Как раз, как обещал Подмарева, 14. Поеду, покажу вам. Потом через новый микрорайон с выездом на проспект строитель энтузиастов Крадуги, Лесопильный, обратно через Кумыску, в Ленинский район Антоново-Блиново. Вот такие будут следующие сюжеты. И как обычно, говорю в Ютюбе, Рутюбе, в Одноклассниках ВКонтакте, Дзен, Яндексе, выкладываю данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, но все как обычно, чтобы не потерялось. Здесь я уже показывал данную дорогу, только в обратную сторону, год назад, наверное. Ну вот, что тут изменилось. Ротуары, они были вроде. То есть, дорога здесь хорошая. Как раз она идет параллельно политехнической. Кто-то едет с Кумыскной поляной, если опускается с Новоуденской, так вот быстрее получается через второй детский проезд с выездом на Кулачково, и сразу же попадаешь на политехническую. Да, впереди как раз это и есть, там Агафоновка, наш поселок. Практически я все показал уже поселки в Центральном Саратове, если можно так сказать, так как Саратов у нас стал больше. И я теперь называю это Центральный Саратов, ну, сам лично. И вот в Центральном Саратове показал вам все поселки. Вот Агафоновка будет еще и лесопильная. А нет, еще Рейни к ней показал, не заезжал. Пролетарку показывал. Поливановка, Солнечный, 1, Солнечный, 2. Ювелейный. Ну, такие вот основные. Я не беру, есть поселки дачного массива, но это Центральное. Вот в Агафоновке тоже я не был, не могу сказать в нулевых, последний раз там где-то был по работе, здесь как раз ходил. Ну, Кулачкова улица я уже показывал, рассказывал. В описании, кто хочет найти заранее сюжет, там все это написано. И кто давно не был, вот смотрите, как все изменилось. Я уже не помню, какой кинотеатр здесь был, там родина что-то, идет впереди. Не помню, я ни разу в него не ходил в советское время, но где-то вот, вот он, наверное, был, кинотеатр этот. Вот ни разу, тогда еще 80-е, ни разу в него не попал. Ну и теперь уже точно нет его. Ну, налево это, с выездом на Большую Садовую, туда в центр, а мы в Заводской район. Поедем, в сторону Заводского района, с заездом в Лагофору. Солнце в глаз, но я был в очках, она мне не мешала. Ну, а вам чуть-чуть, конечно, вот сейчас вот. Ну, вот такой день был хороший. Морозный, солнечный, сухой. Грязи на дороге не было. Как ни крути, на солнце попадаешь. Зато обратно, когда я ехал в Ленинский район, солнце было мне в спину. Ну, сейчас развернемся на Сызранске, когда солнце будет в спину. Политехническую уже неоднократно показывал. Да, не видно, да, прям конкретно ухо. Ну, вот тротуары, зато видно, да, с правой стороны сделаны. Люди спокойно идут. Не по тропинке. Сейчас вот остановка будет, не знаю, как сейчас называется, тогда она называлась «Газоавтоматика». Ну, вот на данном светофоре, как раз, сюжет этот будет заканчиваться. Ну, вот, въезжаем. Частный сектор. Да, я здесь был в десятом году, ходил на собеседную, на работу, устраиваться в данном здании, проехали. Все, больше я здесь не был. Ну, и будете иметь представление, кто ни разу не был, что такое наша Агафоновка, а кто был давно. Смотрите, как изменить улицы. Ну, и вам скажу, тротуаров я здесь не наблюдая. Это то же самое, как у нас в Ленинском районе, и Кировском, и Черниговской, вот где я там вам показывал. То же самое, людям идти только по дороге. Ну, сейчас он в спедах катается. Холд, я как-то пробовал, у меня же это руки замерзали, и слезы лились от холода, как-то вот не в такой степени я фанатею. Вот, конечно, велосипеде мне нравится кататься, но терплю до лета, вернее, до весны, до тепла. Надеюсь, в следующем году побольше покатаюсь по центру. Ну, как сами наблюдаете, домики разные, и маленькие, и большие. Вон там впереди были как раз предыдущие сюжеты, откуда мы там проехали. То есть по горам да с горем прокатился 3 декабря. Можно сказать, проехал весь Саратов, ну, кроме центра не заезжал. Хотел доехать до Красного Текстильщика, погода хорошая была, но так что-то я уже укатался, не выезжая из Центрального Сарата. Ну, ты вот и обогнал. Водитель прям едет на Неве, не торопится. А дорога-то вот прям отлично. Ну, какая-то здесь маршрутка, наверное, ходит, потому что сейчас доедем до Конечной. Да, вот, сейчас до Конечной доезжаем. Если прямо, сейчас проедем чуть прямо по этой улице, там можно лопать на гора. Но не стал я ехать, дорога закончилась асфальтированная, а по грунтовой что-то жалко стало машину. Вспомнил, был у меня кроссик. Вот на нем-то как раз вот по таким дорогам я спокойно ездил и не задумывался. Вот дальше дорога прямо лопати на гора. Ну, я вижу водоканалов, эти колонки стоят, но, наверное, уже не работают. Тут тише благодать, если взять центральную часть Саратова, где машина. А здесь чувствуется такое спокойствие, что прям... Ну, вот обратный ракурс. И вот решил попробовать проехать. Потому что открыл навигатор, мне показывает дорогу, что можно по ней проехать чуть правее там взять и вниз спуститься опять на Клочково попасть. Ну, вот маленько проехал по данным улицам. Ну да, сухо. Ну, решил не рисковать. Тем более машина действительно не такая вот, чтобы кататься по кочкам. Нужно и вот Нива, или вот Кросс был у меня. Повыше, чтобы клиренс был. Тогда да. Эти дороги для таких машин. Ну, вот и Нивы стоят здесь, похоже. Ну, вот посмотрел, налево-направо и спуск там крутые, очень крутые спуски. И решил вернуться. Что значит, уже зима, солнце невысоко поднимается даже днем. И вот летом оно выше намного и получается не так вбьет в камеру зимой прям в глаза. Ну, вот обратный ракурс, как обычно показываю, чтобы полный объем был информации. Потому что, еще раз повторяю всегда, когда едешь обратно, вид улицы почему-то другой открывается. Ну, это вверх как раз поднялись. И самый вверх Агафоновки. Внизу там вот линии какие-то, вот очень круто. Там еще круче жить в частном секторе. Взмутне к поролить маску. Вон где-то там видно этот жилой комплекс Тарицынский как раз, мне кажется, это он там виднеется впереди, где мы проезжали предыдущий сюжет. Три часа езды по Саратову в выходной день, на две недели вам показываю сюжеты, если не больше получается. Но грех был не воспользоваться такой хорошей погодой. Но в субботу я вам скажу ездить по дорогам, все больше машин, чем в рабочее время. Все выезжают, отдыхают, кто куда ездит, по магазинам. И кто-то учится ездить, еле-еле видно то, что за рулем мало опыта. В наше время, в 90-е годы, кто плохо ездил, первый год вешали знак «Чайник». Вот это было, конечно, я не вешал, машин не было еще. А сейчас знак желтый, восклицательный, люди почему-то стыдятся этого. Зато нам, кто ездит, уже опытно, понятно, кто едет. Не про эту машину, как впереди едет, а вообще, в общем, говорю то, что эти знаки хоть подсказывают, что ожидать от этого водителя. На людей не вешают. Мало кто катается, мало ездит опыта, и за это вот даст затруднения с ними на дороге. Просчитать их невозможно. Ну вот на этом заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»